Всем огромный-огромный привет! Спасибо большое, что нашли время в эту летнюю жаркую пору заглянуть ко мне на канал. Я рада всех приветствовать и сегодня расскажу вам, что же интересненького заказала я в 11 каталоге Faberlic. Конечно же, мне пришел вот такой красивейший каталог новый с Юлей паршютой, таким вот глазом посередине очень интересное оформление, привлекает внимание сразу. Ну и, конечно же, тушь, вот эта First Class, которая мне, в принципе, очень нравится. Два раза я ее брала для дочки, она прям в восторге от нее осталась. И появилась здесь, появляются здесь новинки в цветном оформлении. Но так как я уже заказала синюю тушь, я вам потом про нее расскажу, то, конечно, синюю, я очень люблю, кстати, синюю тушь, особенно летом, я уже брать не буду. Но здесь есть еще зеленая и коричневая, поэтому я подумаю, тушь классная, действительно стоит о вашем внимании. И также появляются новинки помад, вот такой вот ньют, моды. Ройка вот такая вот появляется, здесь у нас румяна для лица в трех оттеночках. Это такой румяный хайлайтер, скорее всего. И появляется очень такой красивый компактный хайлайтер с шикарным, просто шикарнейшим оформлением. 699 рублей будет стоить и в одном оттеночке шампань. Какая красота! Конечно, привлекает очень внимание, но не знаю, буду я брать это или нет, потому что у меня декоративки, конечно, сейчас очень-очень много. И меня, как любительницу всяких баз под макияж, конечно, заинтересовала вот эта вот база. Ольга Рогалева недавно про нее рассказывала, что в целом она ей понравилась, потому что здесь очень хороший SPF идет, SPF 20, и то, что там обещают защита даже от смартфонов, от Wi-Fi каких-то излучений и плохой экологии. Конечно, это что-то из рода фантастики, но, конечно, попробовать было бы его интересно. Не знаю, буду брать или нет, все-таки стоит 399 рублей. Цена у него не особо, так скажем, бюджетная. И я очень люблю осенью, когда начинается холода, сжигать разные свечки дома, создавать таким образом уют, и поэтому меня заинтересовала вот эта вот новинка серии Dream Therapy. Это ароматическая свеча, скорее всего, она будет запахом лаванды, будет настраивать на такой сонно-романтический лад, поэтому как раз то, что нужно будет в холодное время года. Это, конечно, 800 рублей, совсем не бюджетно, но попробовать, конечно, хотелось бы. Никак не могу словить вот это вот кофе у нас на складе, у нас его вообще-вообще нет. Не знаю, когда оно появится, ароматерапия, вот с различными вкусами, тут и миндаль, и апельсин, и ваниль, и орех, а у нас ни фига. И у меня заканчивается запас моих любимых шоколадок, так обязательно пополню его. Новинки из уже осенней коллекции бурматиков. Я пока еще даже как-то про осеннюю одежду думать не хочется, когда на улице плюс 45, поэтому пока еще даже не присматриваю. К ней они такие довольно интересные, с одной стороны, но, конечно, цена, как обычно, кусается. И зонтик. Мне нужен зонтик на осень, так что буду смотреть. В общем, в целом, каталожик неплохой, есть что-то интересное, есть новиночки какие-то, все как мы любим. Вот, ну, я, наверное, приступлю, тоже все-таки я заказала в этот раз. У меня заканчивалась практически вся бытовая химия, так как в прошлой каталоге я пропустила, и поэтому в этой каталоге я решила восполнить мои запасы. Они всегда должны быть у меня, поэтому как-то мне будет спокойно, когда они у меня есть. Я, конечно, останавливаться долго не буду на бытовой химии, так вам кратенько покажу, что я взяла. Ну, я чаще всего это беру вновь и вновь, поэтому долго, как говорится, не будем останавливаться на этом. Итак, среднее средство чистящее универсальное для ванной комнаты. Не помню, было у меня такое или нет. Написано, что удаляет грязь и мыльные разводы. Для меня это самое главное, особенно мыльные разводы, всякую ржавчину. Надеюсь, будет убирать. Оно такое жиренькое, кстати, и оно идет без каких-либо дозаторов. Здесь нужно вставлять какую-то помпу, может быть, запах у него такой стандартный бытовой химии, Фаберлик. Будем пробовать. Дальше универсальное чистящее крем для кухни и ванны. Вот такой взяла. Это уже для кухни будет. Придает блеск, облегчает. Следующий уход. Вот такой вот. Буду тоже пробовать. Обязательно, обязательно должен быть ультракондиционер для белья. У меня в этот раз решила взять вот такой суперконцентрат. Это утренняя свежесть. Такой у меня уже был. Пахнет так свеженько травками. И вот такой вот детский. Тоже повторяла не раз. У него очень-очень нежный, приятный аромат. Мне он нравится. Сейчас у меня, кстати, золотой орган стоит. Это такое вот концентрированное универсальное средство цитрус и мятное масло чистота и защита. Подходит для любых поверхностей. Не знаю, для чего я взяла. Наверное, для того, чтобы полынуть. Было у них средство для пола, но почему-то я его не нашла. Не знаю, где оно делось. Или я невнимательно смотрела, что тоже может быть. И вот такой концентрированный гель для стирки для белого. Для цветового у меня еще есть, а для белого закончился. Поэтому решила взять. Ну и, конечно же, отбеливатель вот такой вот кислородный. Беру всегда разные. Мне кажется, что они все действуют отлично. И вот этот вот с розовой полосочкой и с голубой полосочкой по мне как они действуют идентично. Хорошо очищают всякие пятна. В общем, меня они радуют. Так, для коллег взяла. Попробовать стоит, конечно, вообще не бюджетно совершенно. Это хлорелла из спирулина. Я заказываю ему регулярно на iHerb. Она у него закончилась недавно. И решила попробовать у Фаберлик. Здесь всего 200 грамм и нужно принимать аж по 6 таблеток в день перед едой. Запиваем стаканом воды. Будем пробовать. Не знаю, действуют ли они так же хорошо, как и те, которые заказывали на iHerb. Надеюсь, что действуют. Потому что цена у них, как я повторюсь, кусачая. Довольно стоила вот такая вот небольшая упаковочка и 200 грамм. Со скидкой представители 767 рублей, а без скидки вообще почти 1000. Конечно, вот эти все суперфуты, которые появились в Фаберлик, цена на них очень-очень завышенная. В других магазинах можно взять значительно дешевле. Поэтому брать там, конечно, ну, не очень. Я советую. Повторила вот этот вот соус майонезный, провансаль оливковый, 55% без сахара. Очень-очень понравился он нашей семье. Съели практически в один присест. Я сейчас подсела на салат крабовый, мой любимый. И вот с этим вот соусом просто идеальный для меня ужин. Я никак не возьму изобральное питание в очередной раз. Пока питаемся так. Но я очень-очень его люблю. Этот, который голубенький, он не такой вкусный. Этот, конечно, будет повкуснее. Так, взяла я вот такую вот туку. Это нано-пенза для стоп. Очень много девочки в Инстаграме ее хвалили, что можно использовать и на сухую, и на влажную кожу. Она имеет очень-таки мелкие-мелкие зубчики, какую-то поверхность вот ребристую, даже никак. Не знаю, как передать, но она прям очень-очень мелкая. Сейчас, кстати, попробую. Сейчас на пятках. Да, действительно, крабирование имеется. Прям реально тут остаются кусочки кожи. Пяточки становятся гладкие, более гладкие, но надеюсь, что действительно она работает хорошо, потому что цена у нее тоже там около 700 рублей. Далеко не бюджет. У кого такая была нано-пимца, девочки, пишите, как она вам, потому что я слышала много хороших отзывов. Надеюсь, что тоже она мне подойдет. Так, взяла две штучки для волос вот из этой серии обновленной Volume N Style. У меня есть сухой шампунь из этой серии, он мне очень-очень нравится. В этот раз я решила взять моделирующий термозащитный спрей для волос. Он идет в небольшой упаковке, 100 миллилитров, и хватит мне его не надолго. Обычные термозащиты я использую очень часто, когда пушу волосы феном, и перед этим обязательно, конечно же, использую термозащиту. У него такой прям рябный, такой резкий спрей, но он хорошо распыляет по волосам, пахнет очень приятно, какой-то такой нежный парфюмированный аромат, ненавязчивый совершенно, и надеюсь, что действительно от всякого термовоздействия на волосы он защищает. Но вообще мне нравится. Он немножко облегчает расчесывание, он немного увлажняет волосы, и я надеюсь, что есть какое-то термозащитное действие у него. И вот такой вот разглаживающий крем для волос, я его использую на влажные волосы после мытья сразу, и мне действительно кажется, что есть какое-то разглаживание, пускай оно не сильное, конечно, не идеально разглаживается, но за счет него облегчается расчесывание, потому что у меня волосы очень сильно опутаются после мытья, без всяких разглаживающих штук мне просто никуда. Этот крем помогает усилить блеск, сделать волосы шелковыми, и убрать пушистость. В принципе, 100%, но эффект от него все-таки имеется. Пусть небольшой, где-то процентов на 60-70, но есть. Он идет такой довольно жидковатый, как крем, и распределяется волосом хорошо, они не склеиваются, и он их не грязнит, а для меня это самое-самое главное, кстати. Так, говорила я, что взяла себе новиночку из серии Glam Team, это у нас новая тушь, новая тушь для ресниц, которая водостойка идет, и причем она идет синяя, Waterproof Mascara, Water Lash так и называется, вот. Мне в ней понравилось, что у нее классная щеточка, обычно в синие тушь они особо не удлиняют и не делают объем ресницам, а просто делают синий цвет, и все. Это же мало того, что она делает синий цвет, посмотрите, какой она яркий голубой оттенок имеет, на глазах ее видно очень сильно, и не так вот, как просто под каким-то ракурсом, а действительно ресницы становятся сине-голубые, очень красивые, но при этом они и пушистые, и объемные, и удлиненные, то есть все, что нужно, она делает, она их не склеивает, она не осыпается, в общем, тушь меня приятно-приятно порадовала, прям реально, пахнет, кстати, каким-то пластиком, но не факт, в общем, тушь классная, кто ищет хорошую синюю тушь, единственное у нее минус, что она довольно тяжеловато смывается, обычно гидрофильным маслом у меня смываются все туши просто на ура, эта же тушь, с ней пришлось повозиться, потому что гидрофильным маслом моим привычным она не смылась, и только двухфазным средством для снятия макияжа, и то, когда я уже так подержала подольше на ресничках его, только тогда все смылось, а до этого как-то да, как-то тяжеловато было, но реснички получаются красивые, большие, объемные и голубые, что самое главное, так что тушь меня прям приятно-порядно порадовала, взяла еще также два лака из новой серии, не знаю, насколько она новая, но Color Stale, с тейпой выпустились новые оттенки появились у них, вот, я взяла два лака, они все выглядят совершенно одинаковые, в прошлый раз я брала уже такие оттенки, у меня какой-то есть коралловый типа того, в этот раз решила взять два цветных еще, из тех, которые у меня оттенки не так часто встречаются, и выбрала я вот такой вот зеленый, я на упаковке сделала, чтобы было понятно, какой цвет, вот, он очень красивый цвет морской волны, прям такой зеленый-зеленый, какой красивый, это прям не ярко-болотно какой-то, а вот именно цвет морской волны, сине-зеленый какой-то оттеночек, у меня такого еще не было, очень красиво смотрится, Особенно, когда только наносишь его Он прям красиво блестит Становится такой глянцевый, яркий, красивый Но, конечно, то, что обещает производитель На моих ногтях вообще это не работает совершенно Это, типа, они обещают, что он более стойкий Он именно так как бы засыхает быстро на дневном свете Поэтому у него темный бутылёк Непрозрачный, чтобы он не засовывал быстро И за счёт этого он дольше держится на ногтях Не знаю, у меня через день-два уже начинают появляться сколы Потёрта стена В кончиках, но у меня никакой лак не держится У меня ногти полностью отверхают Всякое покрытие, я не знаю, что с ними делать Каждые три дня менять маникюр Честно говоря, я так завидую тем, кто может ходить с гель-лаком по месяцу И даже не думать про это А я каждые три дня приходится обновлять У меня начинаются сколы И потом у меня просто отслаивается плёночка И всё, вообще бесполезно что-то делать Причём любой лак, независимо от фирмы Независимо от обещаний, что это типа гель-лак Что он держится дольше Ничего на них не держится, блин Они у меня жутко слоятся, они стали тонкие, мягкие Хотя я пью витамины Я укрепляю их маслами Я что только не делаю, бесполезно Не знаю, что с ними делать Вот, так что я отошла от темы В общем, вот такой вот красивый зелёный цвет у меня есть теперь И очень-очень понравился мне второй оттеночек Это нежно-молочно-жёлтый оттенок Я люблю такие оттенки Особенно их люблю сочетать с нежно-сиреневым Вот, нравится мне сочетание с жёлтого-сиреневым Вот такой вот оттеночек красивый И он у меня сейчас на ногтях Кстати, какая красота Очень красиво смотрится Я ещё сделала вот такую вот картинку с авокадо И это такой нежно-молочно-жёлтый оттеночек Люблю-люблю-люблю-люблю такие оттенки Вот бы держался он подольше Сам по себе лак хороший Он хорошо наносится Но, единственное, пигментация у него не сказать, что прям очень хорошая Чтобы достичь вот такого плотного цвета Нужно два, а лучше три слоя Но зато он засыхает быстро действительно Он не пузырится Не полосит на ногтях Но он первый слой полупрозрачный Со второго более-менее А с третьего вообще идеально Вот это у меня три слоя Надеюсь, что хотя бы 3-4 дня я с ним похожу В общем, лак мне понравился Возьму, наверное, ещё всё-таки других оттеночек Там ещё и сиреневый, мятный какой-то ещё Качество лака классное, да И взяла две помадки Вот такие вот У меня помады огромное множество Но я не могу пройти мимо очередных матовых помад Вот такие вот Конечно, упаковка достойна похвалы Такая вот магнитная Очень-очень приятная И у меня два просто шикарных оттенка Как она приятно пахнет Я не помню, как она называется По-моему, она называется полуматовая Здесь вот с такими вот помадками На стике Смотрите, какая красота У меня два оттенка Один с 405-80 Это такой красивый розово-лиловый Мой любимый оттеночек Смотрите, какая красота Его очень удобно обновлять И эта помада действительно матовая Она лучше сначала как глянцевая Но потом со временем она превращается в матовую И вторая просто шикарная Это такой красивый красно-коралловый оттеночек Я просто в него влюблена Когда я его нанесла первый раз Вообще он немножко суховатый Когда наносишь, он прям чувствуется как сухой Но на губы наносится более-менее И потом приобретает такую красивую матовую поверхность Сейчас это у меня другая помада И это, вы будете спрашивать Это у меня тоже, кстати, Фаберлиф Одна из моих любимейших помад Это вот эта матовая Ботиночки 404-62 Какая-то там розово-персиковая, по-моему Но она вообще не персиковая совершенно Это просто такой розовый оттенок Левый Тоже люблю ее на каждый день Совершенно не берется матовая Помадки меня эти порадовали А некоторые говорят, что она не подсушивает губы У меня нет У меня, ну, слава богу, губы не проблемные В отличие от ногтей А губы у меня не сохнут практически Но я каждый день наношу бальзам на ночь И у меня, как бы, никакие помады особо не сушат Вот эта помада у меня лежит идеально Ее нужно, конечно, подправлять после еды Но так она держится неплохо Она немного такая стойкая По сравнению с обычными сатиновыми помадами Смотрится очень красиво, матово А пигментированная Классная помадка Ну и оформление, конечно, пахнет очень приятно Классная серия У меня она понравилась И еще у меня третья была такая же Точно шоколадного цвета У меня ее конфисковала дочка Она тоже от нее в огромном восторге У моей любимой протеиновой батончики Обновилась у них серия Я взяла все три новинки Так как я огромный любитель этих батончиков Вот, жалко, что они такие малепусенькие Здесь получается всего лишь 35 грамм Ну это вообще, конечно, ни о чем Один раз перекусить И у них появилась новинка С апельсином, абрикосом И с мангом Вот такая вот красивая, яркая С манго Сейчас я их попробую И расскажу, как они Попробую все три новинки Выглядят они точно так же, как и все Вот это вот с мангом Яркого вкуса манго Я не чувствую Чувствуется какой-то экзотический фрукт Но не скажу, что прям манго-манго Но приятно Абрикос тоже ничего такой Ванили я здесь не ощущаю Коля на балконе за мной наблюдает Вот Ванили я здесь не ощущаю Но абрикос действительно присутствует Но скорее даже курага, чем абрикос И мне понравился апельсин Тоже очень Такой яркий, приятный Цитрусовый привкус Для любителей цитруса Самое то Ну вообще классные эти батончики Они очень хорошо насыщают И с ними классно пить кофе На работе, на перекус Конечно стоят они не бюджетно За 35 грамм За такую крохотульку А цена, конечно, несколько завышенная Я считаю Но вкусненькие, да Вкусненькие Так, и было у меня две вещи Из одежды Вот эта маечка была до заказа В прошлом каталоге Долго думала, брать не брать Но смотрю, девочки в инстаграме Все в них щеголяют В этих маечках Я вообще хотела взять салатовую такую майку К ней мы еще идут в велосипедке Это молодежная серия спорт, по-моему Или как-то она называется В общем, вот такая вот красивая майка Вот с таким голографическим кармашиком Be your best называется Да, будет лучше там Вот, у меня муж говорит Это идеально для пропуска Для карты Я говорю, ну да Засунул пропуск И я лежу Смотрится красиво Вот так вот переливается У меня все на работе спрашивают Что у тебя за бейджик здесь сбоку И я взяла в самом маленьком размере S Я решила взять в самом маленьком размере S Потому что я не хотела Чтобы она была слишком большая мне А S как раз сидит на 48-й идеально То есть, кто любит посвободнее Конечно, лучше взять побольше Но я взяла S, в принципе, не жалею Она хорошо на меня села И она не маленькая совершенно Хотя это самый маленький размер То есть, он подойдет и на 46-й И на 42-й Но будет очень широкий Я же хотела, чтобы было что-то более-менее Так по фигуре А не широко Вот, мне она понравилась Классная маечка Качество, конечно, изумительное Но и цена у нее дороговатая Там что-то по скидке представителя около 1000 вышло Дороговато, конечно, для майки Мне нравится, что у нее такие вот рукавчики Загнутые Я такие люблю Сильно смотрятся Она идет как полукругом снизу Вот, и спереди, и сзади Ну и качество трикотажа Очень-очень приятное Прям такой аромат Он тянется Он приятен к телу И в нем не потеешь Очень классное качество Замечательная маечка Но я хотела в салатовом Салатовый у нас поймать на складе практически нереально Его надо Его расхватывают в читанные секунды Даже как кроссовки я не могу поймать никак Так, и последнее Я взяла Уже начинаю потихоньку готовиться к школе Для сына взяла вот такие вот Школьные брюки Из постоянной коллекции Вообще они называются просто Круки для мужчины Да, темно-синий Взяла ему уже в 44-м размере Сели просто идеально 100% хлопок 190967 называется Артикул Вот, качество просто отличное Сели они ему тютелька В тютельку Замечательно И мне нравится, что они Похожи на те, которые мы брали в горе джинс А в прошлом году Я их беру каждый год Ему такие же точно черные Они вроде как брюки Но при этом сшиты как джинсы Потому что просто брюки Вот строгие брюки Стандартные Классические Он не любит страшно Я их не могу заставить У него они есть Он их практически не носил в том году А чаще всего носил именно вот такие вот Брюки под джинсы Вот, и поэтому они нам очень-очень понравились Еще надо взять черные на сменку Чтобы было двое Хороший здесь удобный кармашек Широкий И сзади здесь идут два кармана на пуговичках Не обманки никакие Все идеально Здесь идет хорошая молния Которая не заедает Отличная пуговичка Все как надо Материал хлопка Качественный Он такой довольно плотный Ну, как И сказать, что прям очень плотный Ну, средние плотности, так скажем Но качество изумительное И мне нравится, что они сидят так, как нужно То есть не сильно в облипку И не широкие То есть стандартная хорошая Ширина у штанин И самое главное На метр семьдесят три Как сын у меня сейчас Просто вот как по нему сшиты По размеру По росту По всему Я просто в остоке осталась от этих брюк Стоили эти брюки Тысячу сто девятнадцать рублей Со скидкой представителя Так они стоили тысячу триста В общем, классные брючки Очень-очень Остались мы ими довольны Я вставлю, как они на нем смотрятся Это просто чудо-чудное В общем, одни брюки у нас уже есть Я уже думаю Может взять такие же точно черные И не заморачиваться с Глори Джинс Как бы так Пока Пока в раздумьях Вот, вот такой вот у меня был заказик В этот раз Надеюсь, вам что-то было интересно Полезно Пишите, что из этого Что я показала было у вас Что понравилось, что нет Очень-очень жду ваших лайков Комментариев Увидим в следующем видео Пока-пока Пока-пока Пока-пока